Их не у меня какие-то качественные актеры, и их не посадили, все им было тоже. Абсолютно, в общем, 100% 95% были накрыты пиздой. И они мне больше не сразят. То есть, ну, в крайнем случае, они у меня, ну, бывшие друзья, может быть, хорошие, знакомые. Ты их спросишь, ну, а что, когда мы в спортзал пойдем? Ну, вот, зал. Ну, завтра, я все это могу. Блядь, эта ситуация сплошь и рядом. Все же знают, да? Ну, женился, отошел. Нормальная формулировка, это как воспринимается, ну, да, он же женился, у него же жена теперь есть, ему надо семью кормить. Вот есть такой Дмитрий Боровиков, да? Герои, все знаю, Дмитрий Боровиков, убили в Питере. Хорошо. Я знаю, что за неделю до того, кого убили, Малюта предлагала ему, говорит, Дима, давай в Москву, перебирайся, всех своих перевози, Малюта сейчас, ёбают, там уже группа выехала. То есть мы не скрывали, что едут брать бомбанду эту всех. Ёбают, сами программы G8 был, говорит, давай свалим, иди сюда, у нас переправы в другую страну, все будет нормально, вам надо отсидеть сегодня. Не, у нас тут дела не закончили. Нам тут надо кое-что доделать. Что там, папа, что ли, тебя? Да нет, тут дела, счеты надо свести. Через неделю где его застрелили? Он сидел на лавочке со своей пиздой около ее подъезда. Просто взяли на пизде. Сколько народу на этом попалось? Вообще немерено. Раздичайшее количество. И, ну, это, естественно, самый худший случай. Сколько попалось народу из-за того, что мусора бьют по самым слабым звеньям. Здесь у человека постоянная девушка. Ее берут. Я объясняю. Ты расскажи, что он там делает. Мы знаем, что он кого-то убил. Мы знаем, вот он это убил, вот это. У него бригада там от него отморозка. Он же сядет у тебя на пожизненное. Ты нам все расскажи. И получит он там десять лет. Ну и выйдет. Ну и нормально все. А что ты будешь вот это покрывать? Это сядь на пожертв. Ты ему помоги. Ты сама так понятно, что не понимаешь ничего. Но я же тебе объясняю. Я ему добра хочу. Ты же его делаешь. Ты же его любишь. Ну да. Ну вот ему не говори. Разговоры записывай. Рассказывай, что у него как. До хуя таких случаев, когда баба, думая, что она делает что-то хорошее, просто сливает своего парня мусора. Ну вот реально она думает, что она его спасает, помогает, его вытаскивает из беды, сотрудничает. Ну как бы надо же как-то парню помочь. А баба, она не совсем человек. То есть вот если мы… Правильно все. Если там вот стоит в очереди парень, да? Как вам? Молодой человек. А если стоит в очереди женщина или девушка, никто не скажет молодой человек. По-хорошему права тоже молодой человек. Но она не человек. Хорошо. Хорошо дальше. То есть вот эта вот схема, что правый должен жениться, должен завести семью, она ведет к тому, что мы теряем садик. Ну вот реально. Я понимаю, что то, что я вам сейчас расскажу, оно вас не спасет от безострадания. И там три четверти уже накрыты пиздой. У меня семья поднимают, а сами думают, ну как же меня там вот дом-то ждет. Гулять пойду. Ну, это ладно. Что… Что происходит дальше? Какие еще у нас косяки в движении дичайшие? Вообще безъезд дичайшие косяки. Сколько раз встречал… Ну, девушке мне нравится. Встречу вас пару раз. Она детствуется. Я не хочу ее жить портить. Она детствуется. Я живу и постоянно парлю. Ну, я не знаю, поднимите руки, кто верит в телегонию. Знаете, телегония, что первый парень, который выебал бабу, он оставляет ей генетический след, и она дальше рожать детей уже с его следованием. Он тут слышал про это или нет вообще? Ну, слышал, да. Слышал. Блядь, святая обязанность вообще любого нациста, который об этом услышал как-то, может быть, даже в этом мире. Не хватит вообще всех целых. Да, святая обязанность. Целка, да, цвети, конфеты. Давай, раз, все, пошла нахуй. Это реально ваша святая задача. Потому что это не будут чурки. Потому что чурки реально в это верят. Чурки готовы там конфеты носить, это все плясать, там в ресторан водить. Чурки оттрахают целку. В Белоруссии турки, на Украине турки, в Болгарии турки. То есть, все, что в войне, они в это реально верят. Они выйдут целку, порвут ее. Ну, все, давай, раз, уйдайте. Все, она, блядь, она уже не человек, она животное. Они это понимают, они портят нам генофонд. То есть, не суть уже важная. На самом деле телегония есть или ее нет, но девка уже, блядь. Она уже пошла по рукам. Она уже просто, блядь. Ваша задача с этим бороться. Прям вот конкретно. Я слышу, ну я же не буду ее молодым человеком. Он всю жизнь, как у молодой девственницей. Ну и выйдет ее другой кто-нибудь. Ух ты ждешь-то. Вот это я как слышу от правы соратника. И вот ты дебил, блядь, ты дебил вообще. Я не знаю, откуда эта в голова берется. Ну откуда просто вот эта в голова. Знаете, сколько стоит выбить девственницу? Ну реально, покупать... 300 тысяч. Да, я 150 слышу. 150 тысяч. Это не тебя 150. Нет. 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 Блин. Спасибо. Удобное дело. Хорошо. Есть какие-то бонусы. Но как бы это бонусы недавно появились просто. Но позиция-то она всегда была простой в этом отношении. А в хуй с ним удовольствия никакого. Ныть, будет кровать, испачкать, блядь. Сделать девок, блядь смело. Все. Дальше. Есть проблема подстилок. Целая куча девок ходит с чербанами. И почему это происходит? То есть не потому же, что русских парней не хватает. Не хватает мужчин нормально. То есть девка это что такое? Понимаем, что это почти человек. Там инстинкты. Им нужен настоящий совмест, брутальный, доминантный. Все, что он прям взял. Все, это серьезно так. Им на это надо. Я откатывал разные схемы общения. То есть девушке можно соблазнить несколькими вариантами. Можно на чувство ее развести конфеты, любовь, прогулки. Это где-то неделя, может быть месяц. Варьируется. Но это реально долго. Можно ее купить. Но это подло, некрасиво, блядь. Мы тоже время занимаем. А можно пробиться сразу через инстинкты. Как сликаться, трогаешь, там, гладишь, там, хихиха, сиську раз, два. Там улыкает. И уже, ну нормально, ты можешь хватать за сиськи. А вот, ну как бы, потому что ты вот такое животное. Им нравится это. И все, и уже вечером того же дня выиграл. Ой, я не знаю, как получилось. Я никогда так себе не делаю. Может быть, она и не врет. Потому что, ну, очень мало таких людей, которые, ну, могут так себя вести. А что баны реально так себя ведут? Потому что, во-первых, Коку, ну, реально Коку дала, она не дала. Ну, какая разница? Ну, я тут другая дала. А вот. Во-первых. А во-вторых, 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 это реально, реально бабам не хватает именно вот такого животного отношения. Доминантных таких альфа-самцов, как принято называть, очень мало. Что мы должны делать, чтобы спасти наш бинофон? Что мы должны сделать? Все остателем именантными альфа-самцами. Просто это должно быть просто очевидно. То есть возьми себе, заведи пять теломок, заведи семь теломок. Ну, тем самым ты заведешь себе девушку за пидораса, за какого-то наркомана, у которого он не стоит, за алкоголика, которому вы с друзьями не пивали, за задроты, который уже бисексуал стал, сидя в интернете. То есть вот они все, вот эти вот четыре гандона, которые девушку себе никогда не заведут, они все этих девушек отдают чербанам. Ну, можно говорить, что угодно. Ну, а девушек надо ебать, чтобы их не ебать. Я стараюсь, по мере своих сил, у меня соратники стараются, есть добрая душа. Вообще, не покладая рук, работают. В чем дело-то? Людям это объясняешь. Нет, ну так-то да, так-то правильно. Ну, блин, ну, правы же, это не должно сменять свои девушки. Ну, с какого хуя это он не должен сменять свои девушки? Что она это не должна сменять? Ну, у себя было многоженство. Реально было, пока не пришли к христианам. Это было вполне нормально. Я точно знаю, что любую девушку можно убедить в том, что давай, у меня будет вторая, третья, четвертая, все нормально, как бы, вот я к тебе хорошо отношу. Любую можно в этом убедить, блядь. На самом деле так. В противном случае, в противном случае, еще минус, если у вас одна телка, она вас сильно очень накрывает. То есть, есть вот, допустим, сердце, сердце, например, большое, как у теленых. Что происходит? Вот есть одна пизда какая-нибудь вот здесь. Раз, к ней чувство. Крюшком зацепили, все, она раз, сдергивает. То есть, ну, ты сразу меняешься, ты начинаешь себе проводить много времени, начинаешь на нее обратить внимание, на всю хуйту, которую она несет, начинаешь реагировать, как будто это что-то, ну, важное, может быть, для тебя. Ну, ты меняешься, короче. У тебя смещается точка зрения вообще на мир. Если у тебя две телки, раз, и они в разные стороны тянут. Уже попроще. То есть, им не так легко тебя сместить слаженно. Уже лучше. А если у тебя их десять? Вот если у тебя десять телок, то что? То нихуя они сделать не могут. Ты едешь по делам, ну что, поедешь со мной? Ну да, поедешь. Хорошо, все, параллельно, выедешь. Давай домой, следующее. Что, ты сегодня ко мне поедешь? Ну да, о, хорошо, уже с тобой кто-то передачал. Ну, что, поедешь? Ну да, хорошо. Там уехал и выебыл. Оно все протекает параллельно. Никаких истерик, никаких скандалов. Потому что какой скандал? Вы ебылась? Ну, а давай, кто? Все. Вообще-то стоит. Вообще вот эти какие-то разборки. Ну, не отвечаешь на смс. Да потому что тебе насрать. Вот. Все заебить. Как только останется одна, вот это сразу. Оп, хвост там такой распушился. Все, давай, пойдем. Почему уделяют мне мало внимания? Ну, кошмар вообще. Я не знаю. Жить очень тяжело в такой ситуации. Я не так давно попал, значит, в тяжелейшую моральную ловушку. Но мое, мое, короче, как сказать, врожденное или приобретенное блядство меня из него вытащило. Потому что я вроде как бы хорошо относился к девушке, но я не могу заменить внимания. Это иммунитет. А? Это иммунитет. Иммунитет. Это реакция защиты. Раз, а мы с одной стороны. Другой, с третьей, с четвертой. Другой, короче. Сбежал. Вышло. Как убедить на нормальных полигамностях? Подсказывать о полигамности, объяснять, что ты понимаешь. Ну, такая ситуация. Предты там в земле всех. Обезьяны. Надо объяснять. Обезьяны там в стадии, понимаешь, там много самок. Знаешь, что в древности приходит воин в деревню какую-нибудь. Ну, воин там. Может, и персир какой-то, просто. Воин. Детей выедет. Чтобы они загременели. Чтобы в деревне появилось нормальное потомство. То есть, не потомок какой-то пекарь, а реально сын воина. Потому что, ну, кровь нужна, сила. Это реально было. Даже вот, ну, меня вот пока не буду рассказывать. У валюты ситуация была в детстве. Он пришел в спецназ. Валюта же, чем в Беларуси, по рукопашному воину. Вот. Пришел такой ведь, красавчик. Ну, раз, тёмка. Вот. Сделай мне ребёнка. Она замужем. Замужем. Сделай мне ребёнка. Хочу ребёнка. Муж пьёт, курит. Ну, что это родится? Ну, пожалуйста. Сделай. Ну, а почему нет? То есть, с точки зрения национал-социалиста современного, ну, по крайней мере, православного националиста точно. Я говорю, да, как так? А ребёнок-то уродом родился у него. Законного супруга. Ничего хорошего. Отсюда у меня ещё один проект, который я скоро активирую. Ну, значит, обращается девушка. Говорит, у меня есть парень, там муж, ну, урод, алкоголик, дебил, там, ну. У него нормальные дети не родятся. Да? Вот я был готов помочь. И я ещё это пытался провернуть, короче, когда мне было 19 лет, у меня только интернет появился. С объявлениями. А? С объявлениями? Да. Я на сайте знакомых заебался сидеть. И просто объявление о том, что могу стать матерью там. Ебанул. Мне позвонили из программы «Принцип домино» и профессии репортер. Вот. И одна тёлка. Ну, тёлка сказала, что... Ну, чё-то я не... А, она хотела искусственное осемнение. У него нет, только натуральное. У меня сколько стоит? Нет, не сколько, но только натуральное. Приезжайте хоть сейчас. Да, вот. Короче, у меня показывают. Я качалку. Чё-то сижу, объясняю, что готов помочь родить здорового ребёнка. Ну, вот, без рук девчонка. Через час. Говорит, ты что, я вообще придурок? Говорит, что такое? Говорит, тебя показали. Я родителям говорю, вот, там, типа, плакс. Вот, всё. Они включаются. Говорит, да, вот это. Максим мечтает помочь всех девушкам в России. Говорит, да. Говорит, да. Говорит, да, папа такой хайный, ты что, друга? Да, ну, ситуация опять некрасивая. Она вышла, но что делать? Ну, в принципе, да, в принципе, это всё правильно. То есть, если, это надо объяснять, каждый должен вести такую работу, я не знаю, как вот, торговец с косметикой, там, этими гербалайфами, там. У тебя муж есть, да? У тебя муж был. Правильно? Урод, урод. Давай, короче, помогу. Блядь, очень многие реально, ну, как бы, на это соглашаются. У меня таких предварительных соглашений, наверное, штук 15. Ну, как бы, я ещё не занимался маркетингом, ну, сам, приставать. Девчонки говорят, а вот, ну, можешь помочь им? Да, могу. Ну, я тебя пройдусь, тогда соберусь. Блядь, вот это вот, вот эту барань, что, блядь, нельзя извинять, нельзя, короче, замужнюю девушку тратить, там, женщину. Вот, я хуй его знаю, если, ну, я вообще не верующий человек, я глубоко насрать на заповеди, тем более эти заповеди все нарушают. Ну, всех, ну, всех. Не выживать жилу ближнего своего, не укради, не убей, да блядь, это вообще никто, никто уже не сможет. Вот. Но для сохранения, для сохранения белой расы необходимо, чтобы мужчины, которые продолжают труд, были геметически здоровы и молоды. Соответственно, что должны делать настоящие гейные нацисты? Немножко заниматься спортом, не употреблять наркотики, не бухать, не курить, и, ну, как бы, так завести на пять-шесть. Макс, а можно вопрос? Сейчас я тебе задам. Да. Ты вообще на тело много денег пратишь? Да. Вратынщик хочется купить, блядь, хочет пожрать. Кто пожрать хочет? Девчонка. Класс. 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 Я, так как считаю, девчонок, который пьет, особенно, вот, он тут просто, вонючий, маяц. То есть, один раз такой скажи, ни одна баба про тебя не попытается заказать такой, вообще никак за. А если ты так, между делом, ну, у тебя фигуру классно, ты пяточек, шестин килограмм, вообще идеально. Блядь, ни одна баба, короче, не закажет вообще ничего, кроме зеленого чая или кофе или сахара. Дичайшая экономия, вообще, концентрированная. Просто, ну, ладно, ты самому быть в форме, так, нет, ну, тебе реально пять килограммов, или ты будешь охуенная. Все. Вы с экономией любящего людей. Ну, что это делать? Ну, вот. Плюс, если на нее, вот, не выделять отдельное время, такое, а вписывать ее в ваш график, можно... Я вот, когда участвовал в выборах в Координационной Советопозиции, там, я, там, простил, что-то со всеми созванивался, я за это время успел выйти на четырех девок за два дня. А я то, что был гулять, мог гулять, приезжать сюда, ну, я не могу сейчас, у меня тут выборы, да, приезжает рамка, и второе, третье, четвертое. Алло же. А я жил у товарища дома, который говорит, гулять, только девок не водил. Алло, ты такой, в девок-то не балл, я говорю, нет. Не, ну, конечно, если бы ты еще и девок не балл, я бы сказал, что ты вообще гений, пропагандой. Я говорю, ну, конечно. И я говорю, где-нибудь же это? А позицию этого видео снимал. Вот, то есть надо просто грамотно их вписывать, технично. На самом деле это, ну, кажется тяжело, да, еще и конспирация, там, вся хуйня, чтобы не спалили. Блядь, ну, к этому привыкаешь. Я, когда случайно, чисто случайно был накрыт одно время, значит, ну, все, ну, ой. Дай-ка это, ну, девки надоели, там, что-то, решил в гарем разогнать. Потому что я с одной временем встречался с двенадцатью девку. Вот я, ну, я не знал, а когда начал отписывать их, ну, посчитал, двенадцать, и это еще, получается, тринадцатая, которая осталась. Пиздец, как бы. А с другой стороны, у меня времени вообще, ну, я не тратил особо. Ну, тратил, конечно, время там, тестостерон уходит, все. Ну, в общем и целом. То есть, вот эти вот разговоры, вот, на самом деле, что, что больше всего, мы идем делать из нашего движения каких-то НС борющих хаджей. Вот, когда рассказывают, что настоящий НС должен работать, завести семью, платить налоги. Я как слушаю программу Дедушки Мороза. Блядь, я, ну, там, парню, который все снимает, мы с ним дохуя спорили там. Ну, нахуй ты это, устройся на работу, займись спортом, ради детей. Блядь, у меня одного соратника не останется. Потому что эти качки, которые снимаются в программе Дедушки Мороза, они просто качки. Они качки и охранники. Ну, то есть, они, ну, да, они для движения приносят пользу, показывают, что все. Их нельзя назвать инвестиционерам. Вот, факт. Нет, блядь, не понимаешь, это НС, там, Гитлеров, все женились. Женились уже и создавали семьи. Эсэсовцы. Эсэсовцы получали зарплату от МСДАП. Они получали зарплату, бабло, они получали социальные гарантии. Они не были революционерами. Макс, это тебе «Бестовой» говорил? «Бестовой» что говорил? Ну да, ты говорил, там, кто вид найдет «Бестового», тут там вознаграждение. Нашли ли ты его? Нет. Нашли видео, нашли фотографии Максима Собесского и столового не нашли. А тут не знаю. Говорю, я же бабке обещал, дойдите. Я не знаю, Максим Собесский что-то, ну, мы нашли вот фотографии, «Блядь, он как-то совсем поумерен в свои эти все высказывания, перестал писать статьи. Ну, на миде не будет больше, потому что фотографии есть, люди не походят, что-то там поймают. А за 20 тысяч в Калуге, блядь, очень быстро. А еще и 30, если областать. Это два месяца в Калуге работать». Ну, на самом деле, мне не так он особо интересен, просто ну, надо показать факт, что реально можно поймать. Реально можно поймать, реально очень заткнуть. Но заткнули уже его сейчас, в любом случае. То есть это как факт. «Бестовой откуда знает, какой-то шапка или нашлист, ну, блядь, он не может, человек в движении есть, находится, и его никто не вздал. Ну, не бывает такого просто. Значит, он нико я не измирен. Значит, просто один кидорасок читает тексты по бумажке». Ну, как бы пробная лекция. Задавайте вопросы там, комментарии. Вопросы. Смотри, ты говоришь, что ты не волославный человек. А как общий человек, который в движении верующий, и по сути христианство пребывало в Евреи? А ты служил? Да, ты Иисус еврей. И, блядь, вся вибрия история еврейского права. А были такие случаи, что человек в движении как-то оступался за православие? Блядь, были такие случаи, что человек нахуй с ума сходил за православие. Иванов Сукаренский, блядь, с ума сходил за православие. Ты с Пьяным Поткиным поговорил. Вы, ребята, знаете, как охуенно в церкви валяешься на коленях перед Богом, плачешь и прочих просили. Блядь, там приехал тип, короче, из этого, из Петербурга, что кто хотел помогать движению, там, спонсор, у него там, завод нефтяной такой слой. Я с Поткиным поговорил. Блядь, он язычник, его чуть не охуел. Ну, нормальный, сперва был, нахуярился и наоборот это гнать. Сухаренский после взрыва в штабе НМП. Меня Бог спас. Зачем на этих конкурсах? Да, да, вот это хуя. Этот, как его, блядь, Баркашов объявил себя. Сначала там Далай-Ламой объявил, потом Архимандритом объявил, потом еще какой-то хуйтой такой. Ну, все, как крышки-то едут. Я хуй его знаю. Я даже боюсь эти книжки все читать, там, языческие сильно, христианские сильно. Ну, ну, нахуй. Я во все эти... Я сейчас буду секты, секты, короче, изучать. Буду приходить в секту, предлагать рекламу. То есть, давайте я с ними вот все про вашу секту. Сын-тологи, свидетели его, дети Бога, мормоны. Их же до хуя, их никто не рекламирует. Они, блядь, все согласятся. Вы знаете, что, допустим, секта Дети Бога, она же секта семья. Во-первых, они все едут своих детей. Прям толпой. Ну, там, они собираются на полянах и едут детей. Какая секта? Дети Бога. Секлаут, которые в ней состоят, они, короче, им что говорят? Иисус за ваши грехи, короче, отдал свое тело. Вы должны тоже свое тело отдать за Иисуса. Для этого идите, короче, давайте парням, знакомьтесь с ними там в кафешках, каких-то дискотеках, знакомьтесь, давайте им прям сразу. И приглашайте ему, ну все, ну ты меня вызвал, пойдем в сект. Если он отказывается идти в церковь, то есть Исмайна, вы берите с него деньги как за продажи секса. Если он отказывается платить, то пишите заявление, сдавайте ему мусорам, потом через сутку деньги забирать. Это у них реально была практика, это все официально не было, то есть в их учениях. Но скандалы, отличающие из-за детиебства и проституции, они снили название, то есть они были церковь семья, сейчас им дети Бога. Но суть все равно та же. Мормоны. Мормоны скупают по всему миру в ЗАГСах списки умерших старух и выдают их замуж посмертно за мормонов. Тем самым спасая их души. То есть если у кого-то умерла, а бабушка там, бабушка, то более чем вероятно, что ее уже выдали замуж за мормоны. Чтобы она в рай попала там, и чем больше ты спасешь душ погибших уже, то тем лучше тебе. То есть каждую мормону, ну пизда, ты женишь на пекистах, а умерших с тобой. С детства все как творится. Это очень интересно, то есть что-то снимаешь и что-то еще потом, но как бы сам из закрытых источников добавляешь. Блядь, такой проект не такой. А вот насчет секта и насчет детей-обств. Ты знаешь про, возможно, тоже секта, мир симпатичный? Нет? А они, ну, секты на основе их постановки прочитал. А там не было у детей-обств? Ну, у детей-обств не было, но там типа про осознанное изменение. А детей-обства-то и что? Ну там все смешно, ладно, куча. Это у них получается. Блядь, я... А это мелкий сектор, по куплю с его вебинар. Я регистрировался на эксайдсе... Хорошо, и так? Не, ну я как-то... Я не получил подписку. Ну, пошел? Не пошел. Надо только отвечать на вопрос, я потом получаю шинвайл. самую простую собрать там 12 полка середине в доме ходить в подвал и спарить по мониторам что кто делал а вы молодцы мы уже в подвале сидим, уже все знают но это мелко совсем создание кришны в обществе 20,5 млрд долларов прибыль от хитов в год 20,5 млрд долларов они входит в эти книжки они везде конечно это реально интересно а как вы забираете книжки дайте ей на 2 долларов она никуда не стоит она ни денег не стоит она ни денег не стоит ты сколько там берешь? миллиард, да а с чего если книжка ничего не стоит с чего они вырывают для них она ничего не стоит а они продают ее деньги стоят они подходят для этого книжки не продается, но дай нам взамен денег дает что-нибудь Макс, а у тебя была такая ситуация что подходит к книге что ты делаешь одного, короче у меня индуска мне подошел что вы думаете о боге и любви может не индуска это совсем хачка и так а у нас и Стас мы выходим стоит чел с книгами говорит, ребята, они спортсмены гоняют не спортсмен они такие типа да вы не бойтесь не бойтесь не бойтесь на книге почитаю все обоих ну ладно, давай мы загоняем пожертвовать надо ну ладно пожертвовать надо ну ладно бить от нас и он ловил наверное 15 бегал с нами ну перерывали книгу как раз сошли он за нами шел ну у меня там один товарищ свидетелем ягова безбольно битой по лицу наступил сразу заявление написали ко мне ходила свидетельница ягова с напарниками короче пытался себя сгербовать а я потом сглыл ягоды короче я потратил на нее четыре раза по два часа и потом порылся узнал что они не дают пока ты не в секте они пришли и говорят пошли нахуй под hinaus я не ушлит всех мне не очень приятно это те там чистят те там чистят да ты там чистят да ну да там я это я знаю это наука, это изучение науки, ты изучаешь свой мозг, ты понимаешь, это не какая-то хуйня, очковкинательская про масоны, это не совсем сектор, это совсем другая схема, это тайное общество масоны же не затягивают, масоны надо наоборот, там искружиться, получать он Бреви не искружился, в чем-то он, в чем-то, в чем-то какой он знает, масон Бреви, там масон, не знаю, они все время другими методами действуют, вообще все время так-таки переставляют а я не смотрел ли я в ФСБ, там мировое древнее управление миром, потому что там 300 юлеских семей, где-то 45% денег апеллекция ФСБ, это было еще в советское время, официальный, но в Советской Союзе был официальный антисемитизм не антисемитизм, а антисионизм то есть не против жидов, как народа, а против сионистов прям хуячили выпуски, там Советский Союз, прям официальная пропаганда еврейские семьи, вот они управляют, вот как они делают, вот колокольчик, придумают жидание в Советский Союз все официально вбрасывает за голову ну давайте по теме лекции, кто может не согласен какие вопросы, почему все в целом ебать надо почему нельзя завести одну девушку и наплевать на то, что она лежит в кровати и все что говорят, логичку зачем, она каждый день все дома лежит кто? девушка а это четыре других, которые ему захочут ну, здоровье не хватает знаешь, как ты говоришь, что секс будет всегда, то есть все равно все будут правы но если ты надо не прочитывать, то сами ну это правильно да ну это правильно нет, нет, нет я думаю, что у тебя на стене пост про девушек вегнешь у тебя уже было бы да ну это и чувакса ну как это, скажи, это тоже как вариант, да, дженциал-социалиста ну а, нет, у меня еще кофе, ну где-нибудь еще на сайт просто я потом, ну, а вот так вот это, говорит, ты теперь кресты сняла или нет? да 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 она же не сделала ничего ну, короче, я думаю, что я не знаю в общем, суть в том, что я задался вопросом, если бедреншую и конченую задницу перестанет ли она быть бегающей? ну, надо, чтобы не перестанет ну и странно, что ты все ела она же не перестанет она же живой же не ела, живого а живого, а что там по твоему? она же не ела, так? ну, оно все усвоилось, как говорят никто не убит все, так что зря съел и берел человека пропасть, пропасть, что мы хотим? в УХС там разлад в УХС там что-то один из членов УХС съел суп в мясном бульоне у них там пиздец а что, по поводу стрейтейджерства, черт продуман стрейтейдж, хардлайн там у нас были сборы формата 17 ну, мы решили бороться с стрейтейджерами и дать ему кашу без тушенки значит, сначала спросили, кто стрейтейджеры ну, вот, все у тебя поделят вы кашу, значит, кашу без тушенки жрете и, ну, чай не пьете а у нас пять стрейтейджеров без десяти, вот, в сторону типа, ну, мы не в том плане стрейтейджеров мы, типа, алкоголь только не пьем а чай и тушенку нормально почему по шлангу? ну, мясо, мясо нельзя жрать ну, это такая идите, не ем мясо ну, 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 почему так не жестко? не чай, не плакает ничего в зоге не в зоге не в зоге не в зоге в зоге в зоге он вегетарианец и жалуется, почему я не могу вес набрать в зоге а я, говорит, сыроеден ну, похуй, ем не везти на ухо ну, конечно, свои песни на яму, как-то, качаться бля, это пиздец есть два качка которые накачались да, и все два качка два качка, бля, остальные все трещи, боколовные, бля ну, они о речи подменили зевка одна вегала вот ее добрая душа выебал, короче она стала беганшей а, сыроедкой и дала обед не мыться вот и в итоге выпал зуб, и десны, десны стали кровоточить все обвоняло, ее папа отпиздил запретился да то пиздец я не знаю, откуда мы стрейтейджеры, бля я, конечно, помню, что первый стрейтейджер, это еще когда был маленький там песня никто не говорит тебе, что пиво пить нельзя только вот не надо нажираться как свинья стрейтейджер ну, то есть, ну, тогда это было, блядь, ну хотя, хотя бы не нажирайся в говно ладно, только это я я почему-то был что стрейтейджеры, это те, кто не бухают и не курят то есть, я, ну, я стрейтейджер потом, блядь, они где-то нахватались под стрейтейджер, бабл не изменяет чай, кофе не пьет стероиды не кофе какой на хуй давно пара легализовать стероиды я собираюсь открыть движение за легализацию стероидов ну, реально, потому что такую кучу качков такой кучу, да, процентов девяносто девять сидят анаболиков стероиды даже взять, вот, Северство столов да, Северство столов, сколько ему лет? шестьдесят пять шестьдесят пять лет он выглядит пиздец как у него пресс, у него вены он выглядит просто ахуенно вы идете на улицу, посмотрите сорокатилетнего деда который следил бы у моряка вот, и все, вот, просто чисто конкретно пропаганда анаболиков ну, это вредно что вредно? ну, что конкретно вредно? ну, вот, там умер один качок у меня сосед по даче умер в двадцать пять лет он не холостероидом он купил водку который можно покупать там всего с восемнадцати лет пожалуйста, сколько хочешь без этих ограничений водку можно анаболики которые не ведут ни к каким вредным последствиям в социальном плане да, никто не будет грабить, нападать на анаболиков насиловать, убивать все нормально анаболики запрещено за эту брему работать на охота алкоголь, пожалуйста никотин, пожалуйста я хуй его знаю многие олимпийские спортсмены например, на дистанции прямо падают, вздыхают а что они сделали? анаболики? а что они падают? спортивные достижения сердечко не выдерживают ну ты знаешь почему не выдерживают сердечко? монета анаболиков не выдерживает а от диуретиков то есть ты пьешь препараты для выведения воды жидкости из организма и вот допустим, ну я сейчас буду сушиться опять кровь становится густая, как кисель воды в организме меньше, вместо 5 литров крови становится, допустим, 4 количество эритроцитов и фагоцитов там все, эритроцитов, такое же кровь, как кисель нагрузка на сердце выше потому что ты занимаешься интенсивнее сердце должно гонять кровь больше потому что ему надо больше кислорода отправить и при этом кровь гуще нагрузка пиздец какая то есть именно на стадии сушки именно из-за диуретиков умирают почти то есть они готовятся к соревнованиям и пиздец не выдерживают сердце это не пение анаболики, это диуретики это вообще другое, я помню эту хуйню, когда я один раз пошел в туалет напужился сильно короче шаг делаю, и потом в себя пришел лежу, дергаю сейчас дохну нахуй как обид был, ну пресс дарю я буду помереть ну повезло тебе помер ну да, это стрёмно это очень опасно анаболики, но никто еще не помер анаболики, если ты будешь слишком много хуять много сиськи вырастет но это надо знать, что яички уменьшаются не знаю, у кого там уменьшаются яички а член не стоит член стоит, яички уменьшаются парку слушай, это твоя было видео там где-то парку покупала или не твое или в Египте слушай, там вот парку полно а как ее в Россию везти вообще можно? шестерку можно берешь берешь бабу в бабу суешь там 10 тысяч таблеток анабола влезать с азерватизм в бабу ну и так же здесь турик очень много стоит там все, и он заходит когда сходил в аптеку там Russian Ramble анабол вот и все там но они все легально у них это не запрещено они дрещи там все просто просто все дрещи в Турции дрещи прям вот такие вот ну там сколько ходили я не видел ни одного здорового ни египтянина, ни одного здорового круга не знаю, что связано а наболите легально все продается какая разница в цене ну там, допустим 10 раз дешевле, чем 10 раз дешевле, чем 10 месяц на курс и легально по дешевке и погрузиться на месяц для этого погрузиться ты можешь вывести оттуда анаболиков и за 14 кусков можно взять туда путевку и жить там 2 недели в гостинице с едой вывести анаболиков оттуда еще на 14 тысяч и продать уже ну даже 140 и за 70 ты их заводишь все очень выгодная бизнес схема не работай опасно а наказание в руках? контрабан да, сильнодействующих ну да, на 6 тысяч но я не знаю что-то я поленился почитать возил а потом они же пищут по наводке если реально крачок едет из Египта туда заедет там не шмонают особо собаки не реагируют там сканы они реагируют еще засыпаны по блядке глаза по победе не будут а почему? мне похуй я вообще не думал что это вступление у меня глаза вообще не бегали у меня был кальян был заполнен шкатулка там каких девочек или что-то нормально можно говорить хочешь Египта? хочу да? пользуйся стопором как пользуются стопором? да? спалил это видео знаете там выкупай педофиля и там девчонка стопор себе сувала розовый короче один раз педофил его целует взял, поцеловал, пососал плоди на землю нет не надо на землю плоди на землю плоди на землю в следующий раз поезжайте с стопором я говорю что тут я в белых разводах что что где? вот такая истерика вся спалилась да, такие ситуации что ты в реструнце писал что участок в перемене чая как формизм ну снижение пассионарности а как это объясняется? не знаю ну снижение пассионарности я не знаю как это объясняется какие там вущества эти которые снижают как действуют ну ты знаешь пойдешь в педерогу смотри подождаешься я уже пока ничего вернет он даже двигаться неохота он такой весь полумертвый ватный весь у него просто какая-то хуйня его зэки живут живут тем что все их занятия он просыпается начинает искать сигареты и чай с утра до ночи на следующий день опять то же самое опять то же самое посылка получается у него а вокруг него все кружится потом опять надо сигареты и чай сигареты и чай сигареты и чай основная причина морального вводения человека в плюме курение и в плюме и в плюме максу же речи там бухают по-любому нет? бухают меньше ну смотри пропускают 2 килограмма сахара в месяц что там бухают там так по праздникам там выпьют где-нибудь спалятся салятами едут ну по крайней мере на тех зонах где я был там просто если там кто-нибудь узнает там такой уровень доносительства что два человека поставили праву ну поставь давай поставим они стоят у кабинета начальника в оперчасти через 20 минут уже оба с бумажки что-то кто прибежит вторым умеет в шизот как меня ну если бы не как спор да? выпить? нет, а просто дичайший уровень в шизот блядь двойки красная зона блядь самая красная в России запаковали допустим сидел до движухи все эти чесоточные знают представляете вообще сидеть на бараке где из 45 человек 40 сухачи они реально 40 сухачи скучат друг на друга и все знают что они скучат и у них есть план не скучать допустим не скучать форматку вот такая форматка должен полностью ее заполнить каким-то удовольствием там осужденный Иванов ходил со съемкой пуговицей осужденный Петров разговаривал в строю осужденный такой сидел на простыне осужденный какой-то поправил очки во время просмотра передачи там пиздец стучат вообще все за мной записывали какие я книги читаю с кем я разговариваю о чем я разговариваю причем потом они составляли слова умные то есть я сказал слово какое-нибудь которое никто не понимает они звали самых умных скопающих и слово это ну как бы разбирали какое я слово сказал там ну что-то обсуждали экзистенционализм вот и вообще в 15-м боролась мне потом рассказывали они это слово изучали искали словарь что это значит не задумывал ли я секту и потом биздец вообще ну вот в 15-м в 10 блядь и будем биздец собрать козлы все и снимали с мобилиц была у меня слушая я самому приконялась ну конечно а у меня понимаешь какая у меня была у меня не могли не могли заинтересовать мелких у меня бараки ну там вынули показания давать а мелких у меня бараки меня нормально кормили они стучат за мелкие бонусы за сигареты конфеты за разрешение чая попить а за меня платили мои товарищи нахуй а по крупному стучать ну они ничего не нашли мне поэтому я вышел меня товарищи все уважают и зеки с кем сидел встречаюсь я ну на самом деле повезло если бы хотели сломать заставить реально сломать можно любого надо только знать куда надавить они не нашли не знали я понимаю что то что я попал в число пятерых которые меня на полу не скучали то есть это были люди с мозгами в основном вошедники за которых платили то есть они с мозгами силу и волю и за них платили их не трогали особо имею в виду физически их не трогали такая схема Макс а вот где же солдат с тобой сидел ты с ним достаточно общался? да ну я с ним в общей сложности сидел месяца 4 уже а как он вообще адекватный человек поедет? нет он не поедет в шее адекватный вполне на редкость адекватный 12 убийств он все но признавался 12 убийств у него доказано может это на баре взять? да 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 на семинаре на баре я ему какой-то гандон дал мне показания ваааа вот у этой слабой хаха лёша солдат ну да у этой же вау этот мужик короче и мимо он ее бывший мужик сидел в это время в пельне увидел ее по телевизору увидел ее по телевизору и стал стучаться к оператору у этой бабы я ее знаю у нее муж лёша солдат я ее знаю и все ну тот тот кого вы ищете ну и все его приняли а ты пытался с вами метан на землю поместить? я провез я провез даже пил метан там две недели потом везли в другую зону где я вообще ничего не мог провести сахар заменитель да? по-моему да справедливо нет а что таблетки белые литки белые нормально все я вот хуй узнаю как выводит допустим и скачался в тюрьме я вот смотрю видео вы видите как вы скачал в случае лебаный пирианис как не знаю все кого я знаю в тюрьме дичайшему роду похудели не скачался не знаю на боже не знаю сейчас вообще какая-то движуха такая идет типа подготовка к олимпиадам к этим подготовка к олимпиаде и вообще фигня в том что заставят заставляют брать на себя новые дела не типа Тихонову на себя я бы каких-то написал ну там сестра ему рассказала и пизю ты бери а у него по жизненной заключению прямо проезда на себя не недавно узнал что вот этого товарища Стасова и его подельника тоже куячат ну то есть Давиду откуячили перевели Назорову Стасову и короче у них 12 убийств тоже пиролизм 65 грабежей разбой отрезаны управу гондона пьяного в парке спал и дальше я узнаю что там происходит на зоне но выход просто из этой ситуации нету нет нет уже все показания дали подтвердиться не подтвердиться другой вопрос то что думали будешь звонить на зоне перестанут два часа два часа чтобы все сказал что надо расскажи когда тебя наявку пытались что именно рассказывать когда тебя попытались звонить чем дело закончилось смотри фишка в том была что они были трезвые то есть козлы которые должны были помогать по самому покору они должны были ему помогать меня хватать залабывать держать подводить ну в принципе обычно зеки не сопротивляются 99% зеков они очень послушны там они уже сломаны они уже сломаны зеки они очень послушные ну вот плюс они видят что это полный беспредел что он пьяный что это пиздец они знают кто я они им не помогли потом 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 козлы которые меня пиздили выбивали яху они брали у меня деньги до того то есть но они меня отхуячили по-настоящему ноги вот такие вот были потом уши там шея все это с черными но они на самом деле они не пытались меня яху по сути дела выбить можно было заставить но мы не стали добивать ну реально можно было заставить сказать там не знаю что она написать они не знали до что они хотят goods они не знали что они хотят они знали что они хотят они знали что я сидел во время убийства турия понимаешь как явку выбивать если я сидел на свободу, когда я там кого-то бил на воде. Но здесь, на самом деле, мне по отличайшему образом повезло. Если бы они сказали, блядь, вот, пиши, то и не ебёт. Стоп, кто заставил. То есть, если вы где-то слышите, человек говорит, я там пытки перенёс, у меня похуй там меня били, блядь, это просто враньё. Это или не сильно били, или реально не знали, что хотят. Пытки вообще никто не переносит. Вот я даже знаю, что люди пароли сложные вспоминают от контактов, от своих сердца, и я у них прошу этот пароль не вспомнить. Ну, это следующая лекция, творческий вечер. Это рассказы, там не надо снимать, уже будет ничего, кто останется. А то педофилов пытать надо. Вы не думаете, что это так весело, хихихихаха, ну давай, до свидания. Ну что, вопросы, может быть, не согласны какие-то эти жалобы по поводу пропаганды, по сути дела гетеросексуализма и блястного движения. Что не так, может, я буду эту тему развивать, в любом случае поднимется волна говна, и хотел бы услышать именно негативный комментарий. А вот тема такая есть. Девчонка есть, короче, в группе, она, ну, за права всех надо комиков уважать. Я ей никак, блядь, доказать не могу, чтобы играть в группе. Что доказывать? У нас же девчонка, она не у человека. Ну, а вообще, в отдалённом будущем у тебя появились, там, сединарный страх, и у меня салюброй еще. Ты не планируешь, ну, вообще, завести детей? Детей, да. В машину нет. То есть, людей от разных женщин, да? Да. Будешь как-то снижать. С теми жителей. Не, ну, а что ты будешь говорить? Ты будешь говорить без отца, без педофилов? Нет, я не понимаю, что не плуты. Не без отца, без педофилов. Они могут вылисти педофилами, люди вырастают, если у них нет вырастан для подражания мужского какого-то, образа поведения. То есть, ну, если у человека герой, как Шварцмейгер, Сталлоне, да, то, ну, нормально, человек вырастет там. Если у него обратительное подражание его мамы и бабушки, вырастет пидор. Вот и все. Это вся схема. И шанс того, что у меня ребенок вырастет пидором, ну, я не знаю, как я его запихачил таким образом. То есть, ну... Ну, то есть, ты не собираешься там участвовать? Нет. Диск там. Нет. Мы участвуем, воспитаем. Понимаешь? Мы инкубатор, бля, сделали. Все, давайте уже сами, чтобы он украл. Понимаешь? А если дочка родится? Не, не, это чисто программно. Ну, нет. Это как педофилы каждому мусорам сдавать, а показания потом ходить давать. Ну, не хватит никакой веры. При всем желании, взгляд, я поймал 65 штук. Я поймал 65 педофилов. Если бы я ходил на каждую давал показания, я бы вообще с утра до ночи с ребенком был мусором. С утра до ночи и вообще каждый день. Спасибо. У меня вопрос. Ну, вот у меня девушка в Питере, она спокойно относится к этой теме, она поддерживает то, что, да, у девушки должен быть один парень, у парня должно быть много девушек. Как убедить эту мою московскую девушку? Ну, я смотрю твои видео, тоже такая антисемитка, но вот как-то… Дай мне ее ВКонтакте, я с ней… Слушай, я у пченков просто не грунт. Ну, я не грунт и рассказываю, что я не буду тебя изменять, еще чего-то. Ну, я вообще говорю, ну, ты понимаешь, сама у меня только одна вредная привычка. Ну да. Вот. Ну, блядь, ну, да, принципиально у меня позиция, папа не врать. Ну, в этом твари, чтобы потом не могли привести кестомол, там, да, я поэтому, допустим, не православные хуяшки, ни одной заповеди соблюдать не буду. Да, так бы я подписался и говорю, ну, православные, все за еду, православные. Но я не согласен с заповедями, я не буду… Ну, вот он как, понимаешь? То есть, в принципе, в принципе, я бы мог читать лекции о том, что надо звонить детей, семью, ходить на работу, развиваться, учиться, становиться опорой государства. Но тогда я бы пиздил, потому что я-то не становлюсь опорой государства, я его наоборот ломаю как только могу. У меня нет семьи, у меня нет детей, у меня нет работы, и никогда не будете надеяться. То есть то, что я бы это говорил, это был бы просто популизм, и дня был бы не более, чем Голиновский. На хуй это, на хуй. Ну, я бы где-то так. Дядь, девять десятых из вас, накроют пиздой, отведут в ЗАГС, и все, поехали. Да, что там дальше, социальные гарантии, праздник семейный, там, с тещей, там, лугаться. Ну, все. Ну, это факт, а что куда-то? Тоже, Макс, вопрос, короче. Порой включаю телевизор, вижу, как жирик кидает руку к солнцу. Мне интересно, это он зигует или так? Это у него фонд такой. Подниматель. Он всегда так, Россия для русских, раз, руку поднял. И его спрашивают, вы как бы, это Зиг Халин, где будет? Я так. Да, он горбон, жирик, он просто популист, реально. Он знает, что ему нравится, он делал, как Навальный тот же самый. Я, как Троцкий сказал, про Троцкого учительства, политическое костюминство. Да, да, да. То есть, ну, чисто говорит то, что хочется людям увидеть и услышать там. Ну, он говорит, это все правильно. Ну, только он так не думает. Ну, в этом и здесь минус. Ну, киздобол. Я не знаю, ему специально так делают. Не может он не контролировать свой жест? Да, русских ему насрать, у них у меня не русский. Опять, хотя бы, папу, блядь, отняли залоз на Украину. Папа, еврей, деда. Распулачили. И папу жалко. Никуя себе. А у дедушки забот на Украине какой-то там был, он там на следствии, да, да. Большевики его забрали. Да. Папа юрист. Все правильно. Слушай, Макс, а вот помнишь, что ты эту берстену делал, да? Которая пыталась окон тебя облить. Ну. Короче, я его вконтакте нашел и жил в Stop Fusion. Ну, вот, приглашаю ее. Вот просто было интересно пообщаться. Она там что-то давай. Она сейчас сказала, да-да-да, приезжаю, все, давай вот на встречу, на презентацию. Вот. А потом, короче, резко заднюю сдала, сказал, там тот же день, говорит, типа, нет, слушай, я не поеду. Я боюсь и так далее. Тихо, хай. Я лексоцировал и всем ссылки раскидывал врез. Кидал тоже. А чё, ну, блядь, ну чё с ней спешно поймал я? Ну чё я сделаю с бабой? Ну чё? Ну так чуть-чуть там помучил, ну, блядь, ее не изуродовать ни хуяя. Да она мне точно этого. Она просто, блядь, перевернула. Я ее так открыл рот и, это, по зубам Рожжавтёва провел, по-блядь, это реально миллиметровый слой налета. Я в МВЭхе в Минске без зубной щелки и 10 дней сидел, у меня столько налета не образовалось. Это просто животное, грязное. Я, короче, вот так вот штаны чуть-чуть поиспустил сзади, там прям такая, как у морской свинки, розетка такая, как раз волос. Видел это же, да? Тошмар. Блядь, это животное, вонющее, и, ну... Ну где дело, бить картулёчек на архиве? Хоть сколько не было. Думаю, шапку поймать какого-нибудь, не такого, взрослого. В интернете не прописать. Ну и письмо. Если ты ему сорнётся, то плеяй. Он ему садится, и не вопрос. Проблема. В машапке есть какой-нибудь, да? Ха-ха-ха-ха. На аллеере выпей зима какие-нибудь, они там толкуют. Да? На аллеере. Ну что такое? На обослание магазин. Наверное, зимку бросаешь, а то бы сразу оп, здесь человек развернулись, вы конкурку. Куча. Это дела, да? Ставимается. Там как раз на такое место ванильные бабы города, все чурки накраски. Какой европейский? В одном магазине шапки работают. Какого? От чёртова знают. Не, короче, хотя знакомый был по улице. Смотрю, на шапку вон сгорел. Я так подхожу, говорю. Типа, вроде какой-то. Я, да нет, не то, чтобы политически играли. Я говорю, ну, понятно. Я говорю, шапку подаришь. Он говорит, ну ты понимаешь, я её купил на последний день. Я говорю, значит, подаришь. Он потом, блядь, к декану пошёл, пришлось отдать. Сломал систему и поднял. Зато не носит, не носит. Вот тебе выходят шараги и в руке несёт. Я говорю, и чё, блядь, шапку купил? Я знаю, как определяю шапку. Если, ну, меня видит, разворачивается, сколько тут шапка? Ну, просто это, ну... Или визуар. Нет, визуар. Визуар, он не будет так субкультурно выглядеть, наряжаться там. Он выступает право и неправо. Ну, блядь, ты не похож на... Кто-то пидор вообще кончик. Ты не знаешь, что там вообще, как рассеркляет. Я вообще-то начинаю думать, что я могу педофилов начислять вот так, на глазок. Но это, конечно, будет нарушением правил, да, о ловле. Блядь, ты вспоришь, что мужика находишь с толпу на педофиле. Блядь, с толпу на педофиле. Ты только вычислишь, чтобы толпы на педофиле. Да, кстати, с одним словом систему. Не вычислишь. Ну, а много таких было? А водитель этот, такой синий майк, такой был водила. Ну, вообще никогда не вычислишь. Блядь, такой мужик. Копико там любит. А вообще, вот этот мальчик. Кстати, а в шестой истории, когда полкана поймали, сняли видео, и там чул принялся, но не увидели видео. Нет, ну, в другом семинаре. Всё. Платные варианты. Ладно. Короче. Сейчас пять человек оставить. Предложение тогда сейчас. Кто хочет сфоткаться, то на фотоаппарат фоткаемся. И в группу, где стрежь, а там заливать. Потому что если каждый наской фотик будет очень долго реально, и качество будет, а перефоткаем. А здесь, ну, и качество записи, всё будет. Так, ещё. Спасибо, что привёз туда, привёз. Ниже. И гидальоны. А не на праву ниже, как у вас. То есть, ну, и только не только. Вот. Гидальоны спасают за страдание. Спасибо. Полёте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.